Всем олимпийский привет, Рио-де-Жанейро, вторник заканчивается, здесь у нас 22 часа 10 минут, вот в Минске глубокая ночь, близится утро, скоро рассвет, я думаю, Сергей Канашин. И Русан Васильев, там какая ночь, уже пятый час, наверное, люди готовятся вставать и смотреть олимпиаду, у нас совсем скоро начнется, по крайней мере та, что в записи. Факт, и мы будем говорить еще о событиях вторника, с проекцией, разумеется, на среду, потому как мы немного тут запутались уже, ну ничего, сажим, у нас, кстати, только-только, вот сейчас стартовали финальная часть, вечерняя часть соревнований по плаванию, еще рассчитываем туда успеть, как только поговорим с вами и поплывем. Ну что, главное событие сегодняшнего дня, их было два, мы с тобой смотрели в параллельном режиме, это матч Владимира Сансонова в 1-4 финала и игра баскетболистов. Я хочу сказать, что, наверное, правильнее даже будет начать все-таки не с послеобеденной части, а сутрени, у нас сегодня были в центре внимания трое белорусских ветеранов, Екатерина Карстон, которая открывала игровой день белорусской сборной на Олимпиаде в Рио, а затем это подхватил Владимир Самсонов. Значит, Екатерине Великой 44 года, да? Да, да, Владимиру 40. А Владимиру Самсонову идет 41-й, и оба они в полуфиналах. И оба будут играть в четверг, играть, но Екатерина будет в четверг. Хотя надо сказать, что вот мы очень много сегодня обсуждали эту тему возраста, как, что и почему. Ну, дай бог, нашим ветеранам, в первую очередь, Екатерине Карстон в данном случае, постараться реализовать тот потенциал, который у нее еще есть. Хотя, конечно, да, полуфинальный заезд, он показал в том, что тяжело ли будет пробиться финал. Там была очень напряженная борьба, и было видно, что вернувшийся опять в одиночную лодку Карстон, в принципе, выложилось. А я верю все равно. Это хорошо, это хорошо, но, понимаешь, ведь... Конечно, и трудно придется и Владимиру Самсонову, там соперник такой, что ай-яй-яй, в полуфинале это уже сплошная Азия. А Азия это... Действующий, так скажем, еще не олимпийский чемпион Лондона. Возвращаясь, кстати, еще одна ремарка про Екатерину, что ее состояние ведь до сих пор нам неизвестно. Не верно, да. Допустим, в Лондоне мы все считали, что она... Выйдя в финал, она будет бороться фактически за золото. Но оказалось, что, в принципе, от того необходимого запаса и сил, и эмоций у нее никак не нашлось. Но здесь все может быть предельно наоборот, потому что мы знаем, она прагматик. Она никогда не расходуется нам по полной программе в предварительных заездах. В общем, давайте будем ждать полуфинала, а дальше, может быть, у нас уже будет финал А. Да, и все будет хорошо. А что же касается Самсона, то это, я хочу сказать, сегодня он совершил подвиг. Это, назовем вещи своими именами. С травмой. Играя с травмой, возможно, там травма серьезная. Возможно, понимаете, значит... И он додавил такого крепкого, сильного соперника, который моложе его на 12 лет, который очень опытный, который бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне. Дмитрий Овчаров, украинец с немецким паспортом. Ну, в умо выиграл своего долга, между прочим. Друзья, да, я вчера очень толерантно отозвался о победе Самсонова. Травма случилась в середине второго сета, в котором Владимир выигрывал. Но был розыгрыш, ему пришлось упасть. И это падение оказалось немного... Может быть, фатальным, а может быть и нет. Сейчас, наверное, уже наш медицинский персонал Олимпийской деревни уже провел обследование, я думаю, полностью. Они уже знают, что случилось с Владимиром. В любом случае... Мы спрашивали у Самсонова. Володя не хотел, чтобы... Сказал, что нет. Сказал, нет. У него были подозрения на трещину ребра, старая травма, которая у него была уже раньше. Да, да, да. То есть это всегда мы подозреваем плохое. Да, он надеялся, что этого не случится. Но в любом случае, у него была такая ремарка в интервью. Он сказал, что в любом случае я буду сражаться. Будет бороться. Потому как, вот смотрите, ведь это... Если для Карсена это седьмые игры, она начала еще в составе сборной СНГ. В Барселоне. В Четвернике. То для Владимира Самсонова это шестые Олимпийские игры. Ветеранище. И при этом, да, при всех его заслугах, победах на европейских чемпионатах, медалях и победе на чемпионате мира, уже не говоря о этапах Кубка мира, Гран-при и так далее и тому подобное, он никогда на Олимпиадах, это какой-то проклятый для него вид соотдлинования, не выходил. Его потолок был четвертьфинал. А не пробивался дальше, чем четвертьфинал. И вот стоило дождаться в спорте, дожить до 40 лет, сохраниться с таким быть молодцом, крепким, это приятное событие, получить травму во втором сете, во втором сете и выиграть у великолепного оппонента в шести сетах матч, это нечто невообразимое, при том, что... Я думаю, что это наше главное событие, я бы даже немножко приравнял так к первой медали. Возможно, это некорректно, но по уровню восприятия, моему личному, это очень здорово. Здесь, мне кажется, первый план выходит еще сейчас и стратегический расклад. Но давай предположим о том, что действительно, даже если это трещины ребра, что очень неприятно. В корсете Самсонов никогда не играл, и плюс это его правая рука, то есть той, в которой он держит ракету. Рабочая. И в корсете нет. Значит, на обезболивающих придется что-то еще, еще, еще. То есть, может быть, имеет смысл в четверг, в полуфинале, скажем так, не особо напрягать. Хотя я говорю, как сейчас достаточно такие еретические мысли, но что делать, если так складывается ситуация? А в матче за третье место, в любом случае, это будет не Жинь, не Китаец, а соперник гораздо более удобоваримый. Возможно, ты не помнишь, который совсем недавно выиграл один из своих четверг. Хорошо, это разберемся, четверг будет. У нас сегодня было еще одно значимое событие, это баскетбол. Наши выиграли у бразильянцев. Матч жизни. Матч жизни. Бразильянки проиграли третий матч подряд, все проиграли. Наши выиграли один, и таким образом продлили себе надежду на попадание в плей-офф. Если выиграют в четверг у сборной Турции, то эта надежда станет вполне осязаемой. Это удивительный был матч. Это был матч двух команд, которые, мягко говоря, поражают в том смысле, что... Ну, я вот даже, наши белорусские девушки, вы выиграли этот поединок, да? Но кого выделить? Ведь смотри, вот называя вещи своими именами. В отличие от прошлых матчей, Хардинг выглядела очень неубедительно. Левченко, будем называть вещи своими именами, она вообще на фоне усталости, наверное, пережитого разочарования, она провалилась. Единственное, кому можно сделать комплимент, это Татьяна Тройна, чьи трехочковые броски оказались, наверное, тем х-фактором, который позволил нам спасать, спасти и выиграть совершенно провально начатый поединок. Но в то же время ведь Тройна проявила себя как яркий снайпер. А мне кажется, Руслан, а мне кажется, что наша сборная всегда была непредсказуемой. То, что нету лидера, зато есть команда и, главное, есть результаты. Я имею в виду победу над сбором в Бразилии. Это классно. Я вся страна уверенно смотрела, вся страна стояла на ушах. И это здорово, и за это я нашу сборную по баскетболу люблю. Ну, это признание о любви мы все запомним. Знаешь, как сказал классик, что никогда не надо объяснять, всегда объяснять, почему женщина поступила так, как она поступила. И никогда не старайся объяснять, почему она не поступила так, как поступить было следовало. Вот поэтому, ну, это парадокс нашей команды. Ты слова запиши меня, а то я не разобрался. Еще раз, я повторяю. Я повторяю, нет, на, но это очень важно. Никогда не объясняй, всегда объясняй, почему женщина поступила так, как она поступила. И никогда не объясняй, почему она не поступила, согласно логике и здравому смыслу. Не потому, что проигрывая 18 очков, мы совершили камбэк, но при этом, что делали бразильянки, объяснить не. Возможно, они, кажется, уже хотели устроить карнавал вот при этом счете 40-22 и задолго-долго до конца матча. Прекрасно. Время спать, а мы не ели. На плавание, да, на плавание. Поэтому будем прощаться с вами. К сожалению, пока у нас в плавании нет своих финалов. Насыщенная среда нас ждет. Я думаю, что и в плавании мы еще свое слово скажем. Ну, а мы свое уже сказали на сегодня. Увидимся завтра в это же время. Сергей Канашев. И Руслан Васильев. С приветом из Рио. С приветом из Рио. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова